В этом видео мы разберем изопроцессы, а именно изотермический, изобарный, изохорный процесс и, конечно же, графики изопроцессов. Если ты еще не подписан на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайся, сканируй QR-код и готовься с нами. Итак, прежде чем перейти к изопроцессам, вспомним уравнение Менделеева-Клаперона. Оно выглядит таким образом, есть два вида, на самом деле есть еще третий вид через плотность, P равно плотность делить на малярную массу RT. Его, кстати, тоже можно использовать во второй части без вывода, потому что эта формула есть в кодификаторе. Но нам сегодня понадобится какой-нибудь из первых двух. Все дело в том, что изопроцесс у нас будет происходить всегда при постоянной массе и при постоянном количестве вещества. Так, я пока напомню, что здесь что обозначает. P – это у нас давление, оно измеряется в паскалях, давление измеряется в паскалях. Дальше V – это у нас объем, объем измеряется в кубических метрах. Здесь масса газа, она измеряется в килограммах, масса в килограммах. Малярная масса у нас измеряется в килограммах на моль, килограмм на моль, да. Малярная масса у нас, как правило, дана всегда в киме, в справочных материалах. И мы ее можем найти. Ну и R это универсальная газовая постоянная. Она у нас равна 8,31 и также дана в справочных материалах в киме. А T это температура, которая измеряется в кельвинах. Здесь все то же самое, только появилось уже вместо отношения массы на малярную массу у нас количество вещества. Количество вещества, которое измеряется в молях. Количество вещества, моль. Прямо так и пишется. Как слышится, так и пишется. Измеряется в молях. Все остальное стандартно. Итак, значит у нас в изопроцессах всегда будет сохраняться масса или количество вещества. То есть мы можем выбрать, ну давай допустим выберем вторую формулу. Скажем, что количество вещества постоянное. И я хочу сейчас собрать или даже сказать оставить в этой части только постоянные величины. То есть ν и r. r она по определению константа, ν у нас постоянная. У нас тогда получится pv делить на t равно νr. Вот это очень важная зависимость у нас получилась. Дело в том, что если у меня количество вещества не изменяется, тогда νr будет равно константе. Ну и соответственно отношение pv делить на t тоже будет равно константе. И это отношение мы можем применять к любому изопроцессу. Так, ну а вообще, что такое изопроцессы? Это такие термодинамические процессы, в которых значение одного из макроскопических параметров остается постоянным. Причем изопроцессы у нас проходят при постоянной массе газа и при постоянном количестве вещества. Поэтому есть ли у нас какой-нибудь процесс, в котором, допустим, в баночке есть какое-то отверстие, и газ у меня оттуда стравливается, он как-то выпускается, да, туда так. Тогда мы не можем называть это изопроцессом. Также у нас часто бывают задания, например, на тему влажности, где у нас там в сосуде под поршнем есть пар, и, допустим, есть какая-то молекула или там капелька воды, поршень поднимают, эта капелька воды испаряется, и количество молекул пара у нас увеличивается, количество вещества увеличивается. В таком случае мы тоже не можем называть это изопроцессом. Запомню, пожалуйста, что изопроцесс – это процесс, который происходит при постоянной массе газа и при постоянном количестве вещества. Ну и, соответственно, для изопроцессов, для любых, справедливо вот такое соотношение. Либо, как мы его записывали до этого, pv делить на t равно констант. Так, хорошо. Ну и переходим конкретно к нашим изопроцессам. Это изотермический процесс. Первый процесс – изотермический процесс. Это такой термодинамический процесс, который происходит при постоянной температуре. То есть в изотермическом процессе у нас температура не изменяется. Можем написать t равно константа. Ну или, если у меня произошел какой-то процесс, из состояния 1 я перешел в состояние 2, то мы скажем, что t1 будет равно t2. t1 будет равно t2. Хорошо. Так, мы можем взять уравнение Менделеева-Клаперона. Например, pv равно νrt. И обратите внимание, здесь, так как количество вещества у нас не изменяется, оно во всех изопроцессах не меняется, r – постоянная, температура – постоянная, мы для изопроцесса можем также написать, что произведение давления на объем также будет оставаться постоянной величиной. произведение давления на объем будет оставаться постоянной величиной. P на V равно константа. То есть, например, в изотермическом процессе, если мы давление увеличим в два раза, то объем обязательно уменьшится в два раза. Хорошо. Также здесь мы получим следующую зависимость. P равно константа делить на V. Ну, давай мы константу какой-нибудь буквкой обозначим, например, буквкой B. То есть, PV равно B, тогда у нас P равно B делить на V. Мы видим, какая получилась зависимость. Это обратная пропорциональность, это гипербола, наподобие, как было в математике, например, Y равно K делить на X. Получается вот такой график. Давай мы его нарисуем. Давай мы его нарисуем. Зависимость давления от объема. Зависимость давления от объема. Он у нас будет выглядеть каким-то вот таким образом. Каким-то вот таким образом. Он у нас симметричен относительно бисектрисы. То есть, если я вот здесь проведу бисектрису этого прямого угла, у меня этот график будет абсолютно симметричен туда вверх и вниз. Он будет абсолютно симметричен. Хорошо. И у нас на всем этом графике температура остается постоянной. Ну, давайте скажем, что у меня здесь температура T1. Здесь тогда вот у меня это все B1. То есть, здесь мы все это решали для первого случая. Нью-РТ1. И вот это произведение Нью-РТ1 мы обозначили буквой B1 просто. Вот у меня везде здесь температура T1. T1. Хорошо. Как нам увеличить или уменьшить эту температуру? Ну, давайте мы представим, что мы температуру уменьшили. Представим, что мы температуру уменьшили. У меня была T1. Здесь давайте мы про это пока что забыли. Так, у меня теперь вот температура какая-то T1 здесь на всем этом графике. И мы переходим к другому состоянию, уже не изотермический процесс. Просто чтобы показать, как будет выглядеть график изотермы с другой температурой. Допустим, у меня есть температура T2, которая меньше, чем температура T1. Тогда у меня получается, что также P какое-то другое, P, V уже... Давайте просто будем другим цветом рисовать, чтобы не спутаться. Какое-то другое P, V будет равно Нью-РТ2. Мы это также обозначим B2. И у меня получится, что P, V равно B2. И P равно B2, деленное на V. Зависимость тоже получается обратная. Но вот здесь коэффициент уже немножечко другой. Он поменьше, потому что у меня если температура меньше, то и коэффициент будет меньше при том же значении количества вещества. В таком случае, где этот график будет находиться? Как он будет проходить? Ну, давайте представим, что мы возьмем одинаковый объем. Какую-то точку возьмем с каким-то объемом V0, например. И здесь на первом графике при подставлении B1 я получил какое-то значение давления P. Получил какое-то значение давления P при вот этом объеме. При вот этом объеме. Теперь же, ну допустим, B1 было равно одному. Здесь я взял равное двум. И у меня получилось... Ну давайте не двум, а давайте вот здесь тоже двум равно. У меня получилось P в первом случае 2 делить на 2 равно одному. Это просто числа для примера. Теперь у меня есть B2. Оно поменьше, чем B1, потому что температура меньше. Ну и пускай B2, допустим, равно одному. А V у меня также равно двум. Тогда у меня давление во втором случае получится уже одна вторая. Я хочу показать, что при уменьшении температуры у меня точка съедет куда-то вот сюда. И на самом деле график будет проходить каким-то вот таким образом. Чем меньше температура, тем ближе будет график к началу координат, к точке 0. Соответственно, на голубом графике у меня в каждой точке температура будет какая-то T2. И она будет отличаться от температуры на графике T1. Эти графики называются также изотермами. Вдоль всей изотермы у нас температура не меняется. То есть, если я вдоль синей изотермы хожу, то у меня температура одна, T1. Если я вдоль голубой изотермы хожу, то у меня температура другая, она равна T2. Вот это график изотермического процесса. Как определить, что у меня изотермический процесс? Здесь тоже такие слова, некоторые подсказки бывают в задачах. Ну, во-первых, могут просто сказать, что процесс происходит при постоянной температуре, либо этот процесс у нас изотермический. Вот, про изотермический процесс в принципе все. Ну и если мы про графики еще раз поговорим, если у меня зависимость, если у меня график PV, давление от объема, то у меня получается гипербола. Если же у меня какой-то график, на котором уже есть ось температуры, тогда у нас график изотермы будет просто прямая, которая перпендикулярна этой оси. А вот стрелочки, это просто для прикола, да, обозначить они в данном случае большой смысловой нагрузки не несут. Как будто бы здесь T2, T1. Здесь тоже T2, T1. График V от T тоже самое. Это будет прямая, которая перпендикулярна оси температур. Все, это зафиксировали. Ну и здесь запомнили тоже, да, изотерма. Чем дальше от начала координат, тем больше температура. Хорошо, движемся дальше. Изобарный процесс. Изобарный процесс это термодинамический процесс, который происходит при постоянном давлении. Мы здесь можем сказать, что давление равно константа. Давление равно константа. Так, можем взять опять либо уравнение Медельева-Клаперона, либо то соотношение, которое мы получили. У нас, допустим, было следующее, что PV делить на T равно константа. Соотношение работает для всех изопроцессов. Но так как у меня давление тоже остается постоянным, то мы можем его здесь убрать и сказать, что вообще у меня V делить на T равно константа. Почему мы можем так сказать? Потому что если у меня давление константа, значит это какое-то число. Оно неизменное. Изменяется только V делить на T. Если мы что-то, какое-то отношение умножим на постоянную величину, то это тоже будет оставаться постоянной величиной. Значит, отношение V делить на T тоже остается постоянным. И для изобарного процесса мы получаем следующее. Соотношение V делить на T равно константа. Кстати, это соотношение еще также называют законом Гейли-Люсак. Так, хорошо. Далее, что у нас здесь? Опять мы константу обозначим какой-нибудь буковкой. Просто B1, допустим. Это мы для первого давления все это находим. Чему, кстати, равна эта константа? Давайте мы выразим ее из уравнения Менделеева-Клаперона. Все-таки PV равно νРТ. Все-таки вы взяли P1. Выражаем отсюда отношение V делить на T. V делить на T. То есть мне T нужно по диагональке туда вниз отправить. Здесь νР остается. И оно делится на P1. И вот эту штуку мы обозначили как B1. Это наша константа. Это наша постоянная величина. Ну и тогда график какой у нас будет получаться? Если мы выразим отсюда, например, V, то оно будет равно константу умножить на T. Ну или в нашем случае B1 умножить на T. И нарисуем график. График зависимости объема от температуры в данном случае. Но этот график будет выглядеть точно так же, как в математике график y равно kx. Это будет прямая, которая начинается из начала координат. Поэтому обычно у нас рисуют следующим образом. Какая-то прямая, которая пунктирчиком уходит в 0. Пунктирчиком уходит в 0. Вот у меня на этой прямой всей давление какое-то равно P1. Хорошо. Теперь давайте представим, что мы уменьшим давление. Вот у меня есть давление P1. Я возьму какое-то давление P2, которое меньше, чем P1. Тогда у меня B2 будет равно νr делить на P2. И давайте мы сравним, что больше, B2 или B1. Сравним их вот так. νr на P1 и νr на P2. Мы знаем, что P2 меньше, чем P1. А числители у нас одинаковые. Если знаменатель у дроби меньше, то сама дробь больше. То есть у нас получается вот такое соотношение. Или можно сказать, что B2 больше, чем B1. Возвращаемся к нашему соотношению зависимости объема от температуры. И чем больше у нас этот коэффициент, тем круче будет выглядеть график. Соответственно, для давления P2, которое меньше, чем давление P1, график будет выглядеть покруче. Он будет выглядеть как-то вот таким образом. Он будет выглядеть каким-то вот таким образом. Ну и действительно, мы можем это проверить. Например, взять какой-нибудь, давайте красным, взять какой-нибудь постоянный объем, объем V0, и получить какие-то точки. То есть для голубого графика с давлением P2 у меня получится какая-то температура T2. Для синего графика получится какая-то температура T1. Мы видим по графику, что температура T1 больше, чем температура T2. Как нам из этого вытащить, что давление тогда P1 больше, чем давление P2? Очень просто. Нужно записать уравнение Менделеева-Клаперона. Мы видим, что объемы у нас одинаковые. Ню R у нас одинаковые. Объемы одинаковые, потому что мы взяли такие числа. И по сути давление, оно будет пропорционально температуре. Если температура больше в этой точке, значит и давление больше. Ну и мы видим, что температура T1 больше, чем T2, значит и давление P1 больше, чем давление P2. Ой, наоборот. Можно запомнить следующим образом, что чем ближе график к оси температур, чем ближе к температуре, тем больше давление. Чем ближе к температуре, тем больше давление. Не советую запоминать это через угол, потому что я знаю, иногда учат, чем меньше угол, тем больше давление. Или иногда, чем больше угол, тем меньше давление. В общем, по-разному говорят. Запомните лучше привязку к температуре, к оси температур. Чем ближе к температуре, тем больше давление. Почему не советую запоминать через угол? Да потому что могут взять и этот график нарисовать не V от T, а поменять местами. Запишут T сверху, а V вот здесь снизу. Вы привыкнете считать угол, но здесь уже все будет наоборот. Поэтому привяжите лучше к температуре. Ну и если мы посмотрим на все эти графики, которые могут получиться для изобарного процесса. Опять, если у меня ось давления есть, то у нас получается прямая, которая перпендикулярна оси давления. Ну и здесь мы сразу понимаем, что здесь допустим давление P1, здесь давление P2. P1 у меня всегда будет больше, чем P2. И здесь тоже. График ближе к оси температур, там давление больше. Хорошо. И третье. Изохорный процесс. На самом деле изохорный процесс выводится и получается точно так же, как и изобарный процесс. Изохорный процесс это процесс, который происходит при постоянном объеме. V равно константа. V равно константа. Ну и так же мы можем вот из этого нашего соотношения убрать просто объем. И у нас получится P делить на T равно константа. И это у нас закон Шарля на самом деле. P делить на T равно константа. Опять мы просто запишем уравнение Менделеева-Клаперона. Выразим P на T. Оно получится равно ню R делить на V. И в данном случае какого-нибудь V1 возьмем и обозначим это буквой B1. У меня получается зависимость P равно B1 умножить на T. Также прямая. Точно то же самое, что и про давление мы говорили. Точно такие же графики получаются, только вместо объема мы пишем уже давление. Вот таким образом. Здесь тоже прямая, которая пунктирчиком идет в 0 всегда. Здесь какой-то объем V1. Пунктирчиком идет в 0. Если мы возьмем какой-то объем V2, который меньше, чем V1, тогда давайте сравним опять ню R деленное на V1 и ню R деленное на V2. Так как V2 меньше, то вся дробь больше. У нас получается вот так. А это было V1, а это V2. Соответственно, V2 больше, чем V1. Ну и тогда для объема V2 у нас запишется уравнение следующим образом. И вот этот коэффициент будет больше. Чем больше коэффициент, тем круче график. Соответственно, график выглядит как-то вот таким образом. И здесь объем V2. И опять мы можем сказать, чем ближе график к оси температур, тем больше там объем. И доказать мы это можем точно так же, введя P0. Давай я здесь чуть-чуть продолжу до сюда. Введя P0, здесь у меня какое-то T2. Здесь у меня какое-то T1. И опять я вижу, что T1 больше, чем T2. И точно так же P0, V1 равно ню R, T1. P0, V2 равно ню R, T2. И все. Там все это одинаковое. Температура больше, значит и объем у нас больше. Все очень просто доказывается. Опять графики выглядят следующим образом. Если у меня на какой-то оси есть обозначение объема, то графика будет прямая, перпендикулярная этой оси. Здесь у меня какой-то V1, здесь у меня какой-то V2, здесь V1, здесь V2. Вот такие графики у нас могут получиться. Ну и если мы сейчас все это вместе соберем, изотермический процесс, процесс происходящий при постоянной температуре, изобарный процесс, процесс происходящий при постоянном давлении, изохорный процесс, процесс происходящий при постоянном объеме, Графики будут выглядеть следующим образом Если у меня на графиках изотермического процесса есть температура То прямая перпендикулярная температуре Если нет, то гипербола Я здесь везде написал изотермический процесс Это изобарный процесс Тогда у меня давление постоянное И соответственно вот такие графики И изохорный процесс следующего вида графики И самое главное я вам еще не сказал Какие хитрости есть для определения изобарного и изохорного процесса? Ну опять-таки про изобарный процесс Могут сказать, что это процесс происходящий при постоянном давлении Или что это прямо изобарный процесс Но есть еще случаи для изобарного процесса Когда нам дают газ в сосуде под поршнем Поршень может быть легкий, может иметь массу Но самое главное, чтобы поршень мог свободно перемещаться Когда у меня газ находится в сосуде под поршнем Который может свободно перемещаться То есть А. Нету силы трения Б. Нету силы, которая удерживает этот поршень В таком случае, что бы мы не делали с газом Давление там будет оставаться постоянным Причем, если у меня там количество газа не меняется То это будет называться изобарным процессом Встречаются задания, где изменяют количество газа То есть берут туда, запускают еще газ Или выкачивают оттуда газ Но, тем не менее, давление всегда будет оставаться постоянно Я могу нагревать, могу охлаждать Могу добавлять газ, могу изменять газ на другой Давление всегда будет одинаковым оставаться До тех пор, пока я поршень не начну держать Или не появятся силы трения Хорошо Дальше Изохорный процесс Здесь тоже у нас, как правило, сразу говорят Что процесс изохорный Или происходит при постоянном объеме Но иногда встречаются такие закорючки Когда нам нужно самим догадаться Например Если говорят Газ находится в сосуде Объемом 0,6 кубических метров И потом бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла То есть конкретно нам задали объем И не сказали условию, что этот объем меняется Или что это первоначальный объем А потом объем станет другим А просто сказали Газ находится в сосуде объемом 0,6 кубических метров Это означает, что процесс будет изохорным Газ будет находиться в этом сосуде И объем этого сосуда меняться не будет Вот это все что касается изо процессов это все что касается график я надеюсь что было полезно обязательно ставь лайк пиши комментарии если что-то было непонятно я обязательно тебе отвечу и также какие еще разборы хочешь увидеть если еще не подписался на телеграм-канал кто велкам очень жду ну и также qr-коды на мои другие социальные сети instagram telegram vk обязательно подписывайся буду тебя ждать на этом все надеюсь что было полезно до скорых встреч и всем пока